Таким образом выглядит на тиковом графике HFT объем, который исполняется в течение 1 миллисекунды. Дюрейшн у него будет всегда по нулям. Если посмотреть на временной шкале, мы здесь видим 8 часов 20 минут, 6 секунд и 311 миллисекунд. И эта цепочка заканчивается также 311 миллисекунд. То есть вся цепочка была исполнена на 311 миллисекунде. Следующая уже идет через 7 миллисекунд, 318. Это можно описать как эффект домино, что каждый buy stop превращается в market order и триггерит следующий buy stop на следующем ценовом уровне. Также на этом ценовом уровне срабатывает buy stop, который превращается в market order, исполняет следующий, следующий. И так происходит до тех пор, пока объем последнего стоп-лосса будет уже ниже того лимитного предложения, которое сюда было подставлено на ценовой уровень 1818.40. К примеру, здесь было 149 контрактов, а buy stop исполнился 49 контрактов. Потому нету дальше уже спроса, который может преодолеть лимитное предложение. И цена опускается до следующей лимитной поддержки. Здесь мы видим, из чего формируется цепочка. Это крупные контракты 60, 43, 34, 20. 60, 43, 34, 20. Потом пойдут уже поменьше. 17, 17. Вот тут 3 по 17. И так далее. Также может быть, что это один крупный игрок, у которого сработал стоп-лосс по маркету и исполнил, соответственно, все sell-лимиты, которые стояли на данных ценовых уровнях. Так как этот ордер, он исполнился на разных ценовых значениях, соответственно, на тиковом графике мы это будем видеть как разные сделки. Но также они могут, все эти сделки, быть исполнены одним маркет-ордером. Такое тоже бывает. Если посмотреть на не агрегированный график, потому что это тиковый график агрегированный. То есть мы снимаем агрегацию. Установить и загрузить. И теперь мы видим, что на самом деле в стакане стояли более мелкие лимитные предложения, афера. То есть тут 1, 2, 3 контракта. То есть за счет агрегации мы можем увидеть тиковый график в более понятной и сжатой форме. Всем хорошего дня. Пока.